Пробивка началась. Из Мирного вышли колонны тяжелой техники на прокладку автозимника. Три механизированных звена будут работать на Усть-Кутском направлении около месяца. После чего автодорожникам предстоит сдать в эксплуатацию сезонную дорогу. Всю ли технику удалось подготовить к непростой работе в тайге, расскажет Руслан Фаткулин. В ремонтных боксах Мирнинского управления автодорог шумно. Здесь завершается подготовка тяжелой техники. Со дня на день бригады отправятся прокладывать автозимник. Фронт работы – участок от села Тасюрях до поселка Верхнемарково. 800 километров. Непромерзшие болота, крутые подъемы и бурелом. У нас в этом году по пробивке Усть-Кутского автозимника задействованы три бригады. Одна легкая колонна, которая у нас ушла в конце октября. И сейчас она работает в районе пикета 240-го. И задействованы две бригады тяжелой колонны. Легкая колонна – это танкетка и два легких гусеничных трактора. Их задача – расчистить дорогу от снега. Так грунт быстро промерзнет и в дело вступит тяжелая колонна. Точнее две. Они выйдут из Тасюряха и Верхнемарково навстречу друг другу. На них ляжет основная задача по пробивке автозимника. Идеальных погодных условий для прокладывания зимних трасс нет. Выпадет много снега, грунт не промерзнет и тяжелые бульдозеры увязнут в болотах. Снега мало, автодорожникам нечем засыпать и выравнивать колею. В любом случае работа нелегкая. Перед выездом в тайгу все тракторы и бульдозеры прошли техническое обслуживание. На них проверили трансмиссию, рабочие жидкости, подготовили запасные части. Механизаторы отчитались. К пробивке нынешнего зимника готовы. Работа, конечно, у нас тяжелая. Подготовка нужна была серьезная, потому что это все болото и все остальное. Подготовленность техника нормально. Где-то старые запчасти за ним не были. В общем, подготовились нормально. Прокладка сезонной дороги займет около месяца, после чего техника вернется в Мирный. Но простаивать в боксах ей не придется. Практически сразу она снова отправится на автозимник. Рабочие будут выравнивать колею и отсыпать песком крутые подъемы. Поддерживать зимник в нормальном состоянии дорожники будут до апреля следующего года, когда он будет официально закрыт. Руслан Фадкулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».